Чуваки, я это видео сделал не один, а совместно с одним другом, Назаром Ивановым. Ссылка на его страницу ВКонтакте будет в описании под этим видео. Сюжет ТОПа происходит в 2011 году, однако оформление студии новостей показано в начале взятой из 2008 года. Одно кадры показывают оформление студии 2008 года. Также показаны Екатерина Андреева в одной одежде. В следующем кадре меняется и студия, и одежда. Сегодня президент России Никита Литвинцев вновь поднял сцену на алкогольную продукцию и в частности на пиво. А зачем ему повышать цены на алкогольную продукцию, если он потом вообще запретит его, как позже выяснится? Уж лучше бы сразу исключил его из продажи. Пластиковая поделка разбилась так, как будто она стеклянная. Никита также сообщил, что пиво может быть навсегда исключено из продажи по всей России. Зачем ему, собственно говоря, его запрещать, если где-то в недалёком будущем их сцены потом всё равно скрадятся? С-с-си. Везде прегибает себя со своими гражданами как мудак. Даже хуже Путина. В квартире полурачи из окна видно, что у него пожар. Но позже никакого пожара и последствий после него нет. Это чей вообще был кулак? Кто-то за кадром смотрит на кремление титра? По том кадре титра только что был в своей родной комнате у себя в квартире. Но после вспышки он внезапно появляется в какой-то кукольном домике для Барби? Убожество какое-то. Вместо нормальных рук живых актёров используются нарисованные руки. Гэдэхэлл, походу, вообще не старался над этим пупом. Ага. Никакого правильника. Мало того, что у Влада Борща в каждом пупе меняется голос, так и широм меняется и у Титера. На голос какой-то девчонки плаксать. Успокойся, я тебе сказал. Короче, план такой. Я тебе рассказал, что у меня есть план, однако рассказывать его действия по листованию я не буду. И зачем он так будет реагировать и ехать мстить президенту за то, что он, видите ли, повысил цены на пиво и вообще обещает запретить его в продаже по всей России? Переключилось бы лучше на водку или самогон. Ну или вообще забросили бы алкоголь и пошли бы вести здоровый образ жизни. Сигнализация так просто не отключается. Машина не имеет номерного знака. Я хочу любить. Президент оказывается ещё и бабник. Не старовать ли этот мент для службы в полиции? Откуда они узнали место проживания апартаментов президента России? Президент России, который не имеет никакой надёжной охраны. Заходи, кто хочет, и бери президента в пьем, кто хочет. Нахрен физику. Прошу всего один час, и она догадалась позвонить профессиональному агенту только сейчас? Я, конечно, понимаю, что тебе надо было остыть там, но ведь всё-таки твоего... ...возлюбленного похитили. Ну зачем так долго пытаться себя успокоить? Надо было сразу действовать и вызвать даже полицию или КГБ. Ведь жизнь президента всё-таки на волоске. Я же столько там ещё! Стыленная озвучка. Клишер, где поцик, там и пинки. Здравствуй, 20 только, что поцветили до инвидента. И должен его вернуть. Аплата в голову всегда. Тысячу рублей за спасение президента? Либо он за какой денег не клянет, либо он считает, что цены за спасение важных людей больше, чем одна тысяча рублей, не бывает. Ё-о-о, тут так мало. Это наша точка. Вообще-то это не плагиат и пародия. Изображение в окне машины движется задом наперёд. Эта машина тоже без номеров. Если кинуть магнитолу в другую машину, то она так просто не затрещит и не взорвётся. Этот парень в розовом уцелел после взрыва. Как он залетел в машину поцека, при этом не разбив лобовое стекло своим телом? Ты к**л, к**л. И правда, почему это он траектору полёта в падении не поменял? А-а-а! Розык сначала ударом выкинул к магии из своей машины, а потом задумавшись мне завтра привело милоседие? С одной стороны, это хорошо, но с другой даже странно. О да! Музыка робосомби! Странная манера упала в розовом. Он даже не танцует Ментов в 2011 году не называли пи***ми Они носили фону с надписью ДПС Более того, открытый мат тогда был запрещен на улице К моменту 2012 года Российский милиционер Влад Бош, оказывается, еще ест пончики Но ведь это же крыше с традицией американских полицейских А не наших российских милиционеров Каким образом пуля Макарова смогла взорвать автомобиль? Как известно, поцик является секретным и профессиональным агентом Который помогает даже президенту Но зачем гнать от мента? А тем более взрывать его Остановись и объясни ему, что ты делал И почему ты так гнал? Понятное дело, что жизнь президента на волоске от смерти Но, блин, просто остановись всего на минуту И попытайся ему объяснить Чтобы он заодно узнал тебя как агента президента И позволил тебе ехать дальше После этой аварии Влад Бош умер Нет? Может быть он получил переломы? Тоже нет? Да идите вы В 2011 году знаков с названиями городов Одновременно на русском и английском еще не было Все это было только ради денег? Ничего лучше для шантажа не могли придумать Чтобы понизили цены на пиво Или вообще, чтобы его бесплатным сделали бы Один выполнил свою клятву, а другой сделал наоборот По нелепой случайности бандиты и агенты пересеклись на одной и той же дороге вместе Откуда у паня в розовом пистолете? Ему пацак одолжил? СТРЕЛЯЙ! ЧЕГО ТЫ ЖДЕШЬ? После этого повар умер от выстрела в голову Да вы издеваетесь! Ну ладно повар, дурак, ну тетр-то почему сразу не выстрелил? Майан Роза увидит себя с бандитом как мудак. Машина взорвалась днём, а они дожились ночью и только сейчас подъехали. В этом кадре стоит разбитая машина, которая горит. А когда агенты уезжают по той же самой дороге, машина и пожар исчезает. Они убили бандитов, но также убили самого президента вместе с ними. Они даже не стыдятся и не думают обыскать машину в поисках трупа. Предыдущая серия. Список. Клише. Был героем, один поступок и стал отстойным. В одном кадре Поцик и Паин Врозовом едут по тёмной и незаградной дороге. А в следующем кадре они уже разъезжают по мосту со светом от фонарных столбов, которой кадр назад вместе со светом и посторонними машинами не было. Ещё и Поцик не включил фары. В 2 часа ночи не должно быть так светло летом. Это больше похоже на деревню, чем на Москву. Заново. Лучший путь от телевизора во всей истории вселенной. Здравствуйте, в эфире ночные новости. Новости не идут в 2 часа ночи, они обычно идут в 21.00. Отсылки к фильмам «Дело было в Витальске» и «Безлогик 3». Вчера вечером близ трассы Е5 был обнаружен взорванный джип, который по всей вероятности принадлежал опасным преступникам по прозвищам «Дирижабли-повар». Такой трассы в Москве не существует. Кроме того, машина бандитов взорвалась на трассе Е5, а агенты гнались за ними на трассе М5. Также установлено, тут джип взорвали спецагент по прозвищу «Опасный Поцик» и его напарник по кличке Гумагей. Ведущие новости смело ставят «Оцик» и «Гумагей» как героев, хотя на деле они должны были их обоих обвинить вне закона, ведь они убили чё в поддержке президента России. Однако следователи смутило не столько мотивацией данного преступления, совершенного одним из лучших правительственных агентов, о отсутствии трупа повара в горящем джипе. Вероятно, он успел покинуть машину до взрыва. А как Паура, собственно, смог выжить и успеть покинуть джип до взрыва? Да и почему сами агенты этого не видели? Продакт Плэйсмент. Привет, Влад. Возможно, ты не знаешь меня, но я определённо знаю тебя. Как мы видим, с Ладом говорит сам повар в темноте и страшным голосом. Но даже если он и выжил после взрыва, то разве он не должен был сидеть в больнице, весь обмотанный в гипсах и с тяжёлыми травмами? Ведь после этого взрыва и падения с машины никто так просто не выживает, и тем более не будет целым и невредимым. Вы кто? Ты скоро узнаешь, кто я. Прослушка телефона? Не, не слышал. Бум! Йоу, гопя, процик! У меня? А что случилось? Каким образом Влад Бош узнал, что процик и гамагей находятся в баре у Каримы? Влад Бош звонит Карине на мобильный телефон Моторелла 185. Но в следующем кадре телефон прорачивается в Симонс М-65. На часах 5 часов утра, однако на дворе светло, словно уже полдень. Что Влад Бош делал под столом? Или это клише с неожиданным появлением? Блядь, ненавижу. Исдевательство над больным? Альбета Кжоен едет на автомобили, приезжающие немецкой полиции, но ведь события при этом происходят в России. У этой полицейской машины тоже нет номерного знака. Или президент ещё запретил и номерные знаки машин, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, нахрен физику опять. Это ж насколько процик так силён, что он смог одним таким ударом швыряния банкой по голове вырубить с этого полицейского? После этого броска мент как огурчик. Я вам покажу тебя, Кжоен. Мент перезарядил автомат, пройдя рукой по магазину. Мент стреляет на руки поцека, отчего его пистолеты летают сок и кровавые брызги видны. Хотя самой крови и гипсов на руки поцека не будет. Да и сам поцек, отболей не кричит. Я вам всех башке тару, понятно? Ну давай, стреляй уже! Чего ты ждёшь? Чего ты ждёшь? Чего ты ждёшь? Чего ты ждёшь? Б***ь из русского народа, б***ь! Откуда Влад Бош узнал, что его полицейский провалил задание? Да и откуда ведётся эта трансляция? Кадры из сюжетного пупа внутри самого сюжетного пупа. Добрый день! Опять издевательство над больным. Во вселенной этого пупа хоть у кого-то есть номерной знак на автомобиле. Автор неправильно написал имя Оззи Осборна. Ах так вот же он! Только когда он успел его прикрепить? И что здесь делает автомобиль из Краснодарского края? Или это пасхалка какая-то? Знак названия года на территории начального пункта. А как всё допустим на магнитофроник может меняться? После таких операций магнитола не должна была взрываться. Да и они должны были умереть от такого взрыва, а не просто покрыться сажей. И у этой машины есть номера. Правда пиндовские. Ещё отзеркаленные. Самый лучший способ лечения ожогов. Это грунтый. Героины марихуана не относятся к люксоагенам, веществам. Убожественно вырезанный попов. Похоже в 2011 году вообще не старались над вырезаниями видео с движениями и речи персонажей. Попробуйте, это очень приятно. Это вообще нормально или что? Машины на дороге поменялись местами между кадрами. А почему выключившись агентов решили не убить на месте или не взорвать вместе с машиной? Или сценарий не позволяет вам это сделать? Понял? Пойди, прорезай. Ну я занят, понимаешь? Я просто занят. Мне надо делать дой с Брейнем. И крепенький Брейн не было на пи-спи никогда. Откуда поцик достался мой пистолет? Он же чётко-ди потерял его в том кафе. Бл***ь, 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 бл***ь. Абл***ь, бл***ь. Но-но-но-но сейчас-то откуда он за... АААААААААААААААААААААААААААА Что здесь делает этот старый мент? Он же погиб в первой части. Парень садится в машину с гранатомётом на плечах? Не думаю, что это удобно. Опять машина отзеркалена. ПОДПИСЫВАЙТЕСЯ 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 Конечно, трогательный момент, но здесь хоть кто-нибудь наконец будет стрелять или нет? Вместо того, чтобы показать взрыв от гранаты, нам приходит текст ПОКАЗЫВАЙТЕ ДЕСТЬ, А НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ ИХ! Тут не шутите с поваром 2, в котором нет повара В 23-45 летом, вообще-то, должно быть очень темно Нам показывают, что свет в доме ни в одном из окон не горит А дальше видно, что свет в квартире есть И что это за квартира такая, если в первой части у повара была другая? Или он что, успел сделать ремонт, пока Влад Борщ за него пытался убить агентов? Плиши кадры из ПУПа использованы внутри этого же самого ПУПа Откуда у них досье с видеозаписью из прошлой части? Один из подружных Влада Борща что, держал мобильник в руках и записывал? Ладно, я готов это переварить Ну как потом мобильник с записью уцелел после взрыва? И это ещё приучать и того, что взрыва в прошлой части не показали Однако вчера ночью, Бор совершил попеку с камеры В ней была обнаружена запись с гневным обращением Посвященному по всей вероятности самому повару Вот она ПОВАР, ты, ПОВАР, ты говно... ТЕБЕ САНО Телеведущие даже не додумались запекнуть мат Борща Вместо них это сделал я ПОВАРу на приватность и безопасность Влад Борщ в любой момент может выскочить и напасть на него Разве его это не волнует? Пошёл, понял? Домофон хамло А, так ещё он и словно Раз цифра 3 и буква R горят поверх цифры 5 Когда ПОВАР вводил квартиру 13, цифры вводились посередине Но когда он вводит код 1337, то вводится с левого бока Стены подъезда покрашены в серые и тёмно-зелёные цвета А когда ПОВАР поднимается, к двери и стены стали другими Да и дверь тоже Пока ПОВАР поднимался, слева от него находилась лестница А теперь она справа Неужели автору было трудно просто отзеркалить этот кадр? У франшизы теперь ещё одна фишка Помимо отсутствующих номерных знаков от вобилий, физика падения дверей при выбивании отсутствует И зачем надо было выбивать дверь? Постучаться или позвонить? Не судьба? Если ты тот самый, кто посмотрел грехи первой части, то ты прекрасно знаешь, за что я его тебе ставлю Клише Все русские башиды обязательно должны быть сломаны Сколько водитель чинил машину, что повар успел заснуть? За это время Влад Борж уже сто раз успел бы их найти Чувак, если орать на машину быстро, то она всё равно сразу не даст скорость выше 100 км в час Кто сказал, что Бога не существует? Водителя-то нет В Запорожье спереди розовое, а сзади оранжевое Клише Вдруг оказался предателем Судя по тому, что было там натыряно, что было сделано неправильно или не точно Автору было наплевать на создание сюжетки Не шутите с поваров А наличие двух концовок всего лишь подчеркивает тот факт, что не определился, какую из них оставить и решил пойти на эксперимент Что тоже не очень хорошо Ведь не до 100% гарантии, чтобы это понравилось людям ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДОЛЖЕНИЕ ЗАСТА Я ПОРЕЖАЛА ПОВАРО Я РУТОЙ НО АЛЕ Ты подлатый пакар, сахмёрз моего Мы прерываем показ Не футись с повароваром ради демонстрации сцены из звёздах войн Это что за черная жижа на земле? Он что, пробил где-то бензобак Какой толк бросать гранату если из час ее не снято А нет, это резервы Всё-таки взорвалась. Да и неужели это в концовке трой части показать не могли, когда поцак снял чеку со своей гранаты? Вперёд взрыва надо обязательно стоять на месте, да ещё и ебать. При этом громко орать. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, погодите, а раньше он так сделать не мог? Когда он успел переодеться? Где достало оружие? Концепции тела и головы не совпадают. Но стреляй же ты, наконец, мать твою! Ну, а Влад Борщ, когда успел переодеться и поменять оружие? Ну, кто-то видел черепашек в 1921-го года. Я буду, я буду, я буду! То же самое, только гранатой в этот раз не взрывается. Да и какой в этом смысл бросать её снова, как и в прошлый раз? Субтитры создавал DimaTorzok